Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Об эпидемиологической ситуации. В Казахстане менее 200 заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировали в стране. По информации Межелезерной комиссии, ни одного заболевшего не выявили в Шемкенте, Алматинской и Жамбылской областях. За прошедшие сутки зарегистрировано 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 30 в Карагандинской области, 29 в Нур-Султане и по 19 в Кустанайской и Акмолинской областях. Между тем, уборочная кампания. В самом разгаре в Туркестанской области зерна в этом году ждут больше обычного. Уже определились и лидеры жатвы. Самая высокая урожайность в Казыгурском районе. В передовиках он уже не первый год. В среднем там собирают больше 22 центнеров с гектара. Многие крестьянские хозяйства уже завершили уборку и теперь помогают оставшимся. Точные данные по сбору зерновых в отделе сельского хозяйства пока не называют. Подсчет еще предстоит. Однако специалисты уверенно говорят, что урожай удался. Во многом за счет благоприятной погоды. У нас средняя урожайность составляет более 22 центнеров с гектара. Через день-два окончательный результат точно будет. Аграрии сдают отчеты, какой получили урожай в этом году. Сейчас мы занимаем первое место в области по сбору зерновых. В Казларде жители одной из улиц обеспокоены состоянием дороги. Пешеходных тротуаров там попросту нет, поэтому местное население, в том числе и школьники, вынуждены сейчас ходить по обочине. Проблема в том, что ширина дорожного полотна узкая, а автомобильный поток здесь достаточно большой. Казлардинцы неоднократно поднимали вопрос перед городскими властями об обеспечении безопасности на этом участке дороги. Но ситуация почему-то не меняется. 4 километра опасной дороги. Улица имени Койсары-Батыра одна из длинных в микрорайоне Саулет и заканчивается у школы имени Абая. Ее ежедневно посещают больше 4 тысяч детей. Учатся здесь в три смены. Школьники вынуждены ходить именно по этой труднопроходимой, но очень оживленной трассе. Некоторые водители ездят на высокой скорости. Здесь должна быть пешеходная дорожка. Здесь должен быть тротуар. Мы шли с ребенком, хотели свернуть, но неслась машина. Она остановилась в последний момент, едва нас не сбила. Такие ситуации здесь часто происходят. Мы боимся за детей и за себя. Движения хоть и двусторонние, но автомобили едва могут разъехаться. По обе стороны улицы вместо пешеходных дорожек заросли травы. Два года назад жители проблему перед городскими властями поднимали. Но дело с мертвой точки не сдвинулось. Еще в 2020 году нам обещали построить здесь асфальт. Два года прошло, до сих пор ждем. Летом мы снова поднимали этот вопрос. Дети вынуждены ходить по бездорожью. Вы сами видите, сколько машин здесь собирается. Часто автомобили создают опасные ситуации, разъехаться не могут. По словам чиновников, деньги на благоустройство дороги выделены и подрядчик определен. Но когда начнутся работы, пока не ясно. Этот проект переходной. Планируется, что работы стартуют в этом году, а закончатся в следующем. Вместе с Койсары-Батыра будут отремонтированы еще 10 улиц. Точные даты начала ремонтных работ мы сказать не можем. Должны сначала подписать соответствующий договор. Родители все же надеются, что небезопасную дорогу облагородят как можно скорее. Кристина Алмаз Казаль, Хайдар Турлыханов, Казларда, Хабар, 24. В Западно-Казахстанской области начали работу городские и районные призывные комиссии. Свыше 600 призывников региона пополнят ряды вооруженных сил, пограничные службы Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии и службы государственной охраны уже до конца года. Отмечу, что с начала осенней призывной кампании отсрочка или освобождение от призыва Отнесены к государственным услугам и предоставляются молодым людям через портал электронного правительства. В военкомате признают, молодежь неохотно идет в армию. По итогам весенней призывной кампании больше 12% получили отсрочку. Оставляет желать лучшего ей здоровья. Призывников негодными к службе оказались больше 30%. Факты от уклонения от воинской обязанности также продолжают регистрироваться. Многие из молодых граждан избегают исполнения воинского долга. Наша общая задача – мотивировать молодежь на службу в армии. В случае вымогательства денежных средств, затягивания решения тех или иных вопросов и других возможных коррупционных проявлений, необходимо обращаться в проектные офисы Королу Кштир Адал-Дагалана или на телефонное доверие. Ну а сейчас в Караганду, там в Историко-Краевическом музее открылась выставка редких книг, коллекция из собственных фондов. Самые древние экземпляры датируются 19 веком. Экспозиция представлена в основном изданиями религиозного направления. Посетители могут увидеть Хуран Карим, состоящий из 22 разделов, Библию 1817 года издания, Дастан на арабском языке. По словам организаторов, большой научный интерес представляет книга «Материалы для истории письмен», изданная в 1855 году. Уникальный экземпляр 56 лет назад музею передал один из первых учителей Карагандинской области Балхаш Абиев. Всего же в документальном отделе музея насчитывается свыше 14 тысяч книг. Книга была создана к 100-летию императорского Московского университета. Здесь даются в виде таблицы все виды важнейших алфавитов восточных народов. Для исследователей из языков, например, она очень интересная. Каждая книга идет в одной отдельной папке, и она хранится в вертикальном виде, чтобы не было фактора сжимания, сжатия. Крупная авария произошла в мексиканском штате Тамау-Липас с жертвами. ДТП стали 18 человек. По данным прокуратуры, от фуры отделилась цистерна с растворителем и врезалась в пассажирский автобус. Транспорт сразу загорелся. Водитель грузовика попытался скрыться, но его задержала полиция. Начато расследование. Известно, что автобус перевозил туристов. Он направлялся в город Монтерей. Карл III стал новым королем Канады. Церемония состоялась в Оттаве. Ее посетили премьер-министр Джастин Трюдо, генерал-губернатор Мэри Саймон и члены правительства. Они подписали соответствующий документ по разглашению нового монарха. Мероприятие завершилось салютом из 21 пушки. Отмечу, накануне Карла III официально объявили монархом Соединенного Королевства. Процесс передачи трона прошел на Совете Престола Наследия в Сент-Джеймском дворце в Лондоне. Мероприятие транслировалось в прямом эфире. Тем временем похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в понедельник, 19 сентября, в Вестминцерском аббатстве. Об этом сообщается в Твиттер Букингемского дворца. Похороны монарши особо назначены на 11 утра. Королеву похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка. Напомню, королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни 8 сентября. В 2022 году исполнилось 70 лет с момента вступления Елизаветы II на престол. Это самый долгий срок пребывания среди всех британских монархов. Африканские страны призывают увеличить финансирование климатических программ в преддверии конференции ООН по климату. Политическое мероприятие пройдет в ноябре этого года в египетском Шарм-эль-Шейхе. Эксперты Африканского рога заявляют, что экстремальные погодные явления и изменение климата может привести к массовому перемещению населения на континенте. Число людей, страдающих от засухи в Эфиопии, Кении и Сомали, увеличилось за 5 месяцев. И если ранее этот показатель составлял 9,5 миллионов человек, то сейчас он достиг 16. Почти 250 миллионов человек сталкиваются с дефицитом воды на континенте. Это следует из нового доклада Всемирной метеорологической организации. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя. Увидимся.